Прошло 50 дней. Точнее, 1200 часов после сарма. Компьютер. Сделай электропсихоанализ моей души. Первый штурман Редли, поместите палец в сканирующий огнездо. Так-так, что мы видим? Джон Редли, год рождения. 2050-й, месторождение, город Ридвотер, штат Висконсин. Отец занимался производством подвесных лодочных моторов. Мать выпекала детишек, словно пирожки. Всего напекла их дюжину. Самым пресным, незатейливым вышел старый Джон Редли. Нет-нет, вы не ослышались, старый. В 10 лет сделался пожилым, а к 13 и вовсе стариком. В 22 женился на миловидной простушке. К 25 заполнил детскую, почитывал книжки, подумывал о своем. Как же так, Редли? Неужели тебе больше нечего предъявить этому дотошному сканеру? Неужели ты настолько черст, скучен, не бит, не заден, не ранен, не растревожен? Разве не преследовали тебя страшные сны, тайные жертвы, похмелья, ломки? Есть ли у тебя сердце? Стучит ли пульс? Неужто в 30 лет ты запил на все большой болт? А может, ты и прежде был сухой? Вчерашний ломать, выдохшийся ром, на вкус терпим, но страстей не пробуздает. Образцовый муж, неплохой компаньон, путешественник, скромняга. Приходил-уходил так тихо, что сам Господь тебя не замечал. А когда ты, Редли, сыграешь в ящик, протрубит ли хоть один рог? Дрогнет ли чья-то рука? Заплачет ли чья-то душа? Пойдет ли хоть одна слеза? Хлопнет ли где-то дверь? М? Давай подобьем бабки. Каков итог? Ноль. Ровно ноль. Уж не мое ли подтаенное я вывело тут сплошные нули? Ноль посеешь, нули пожнешь. Настоящим я, Джон Редли, подвожу итог своей жизни.